Строительство диализного центра в Щелкове началось еще осенью 2016 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет чуть более 30%. Работы приостановлены, так как подрядчик не смог выполнить взятые на себя обязательства. Диализный центр «Нифра-Олайн» рассчитан на установку диализных аппаратов «Искусственная почка», которые смогут принимать до 120 пациентов больных почечной недостаточностью при трехсменной работе центра. На строительный час пригласили представителей компании-застройщика. Мы вызвали коллег, чтобы выяснить ситуацию, когда все-таки начнется продолжение строительства. В эту субботу опять проверим и увидим, как они сдержали слово или не сдержали слово. Объект очень важный. У нас 53 диализника, и, соответственно, возить в такую дали каждый день нежелательно. Также обсудили вопрос переезда в помещение диализного центра наркологического диспансера, который сейчас расположен рядом старой деревянной постройки. Обязательно будет в этом здании. Просто у нас раскачивается много, некоторые коллеги не могут договор заключить. Положительная динамика наблюдается на стройплощадке жилого комплекса «Центральные работы» ведет компания «Инвестпроект МСК». Выполнен монолитный каркас первой очереди строительства на 56%. Из 12 800 тысяч кубов вылета 6 650 кубов. На объекте работают 35 монолитчиков. Строительство вышло на пятый этаж. Улучшились продажи квартир, что, по словам Сергея Самохвалова, позволило создать резерв денежных средств для продолжения строительных работ. Мы к вам в работу подъедем на объект, будь добры, там подготовиться и, соответственно, как вы умеете доложить на перспективу строительства. А вот жилой комплекс «Вега» в микрорайоне радиоцентр уже построен. На совещании разобрали вопросы устранения застройщикам недоделок, запуск лифтов, работу охраны жилого комплекса и другие. Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, по словам главы района, в ближайшее время должно состояться выездное совещание на месте. Дарья Снегова, Александр Оржевский, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».